Всем-всем огромный привет из Канады! Сегодня мы с вами идем в магазин H&M. Идем посмотреть, что там есть, и, в общем-то, будем рассматривать вещи тематически и примерять их тоже. Сейчас немножко покажу вам, что есть в магазине, а потом в этом же видео будут примерки. Как вы видите, то, что я рассматриваю, это вещи очень своеобразные такие, но мы все помним, что у нас на носу Новый год. И надо нам придумывать новогодние наряды уже и думать, что можно надеть на Новый год. И, конечно, новогодние наряды – это такое дело, это может быть все, что угодно, в зависимости от того, где вы встречаете и как вы празднуете. Это может быть просто приятный, теплый, уютный свитер, это может быть строгий костюм, это может быть коктейльное платье, это может быть вечернее платье в пол. Но, безусловно, блесток и пайеток на Новый год никто не жалеет. Ну вот, сегодня мы будем смотреть как раз платье в блестках и в пайетках. Не все, конечно, это любят, не всем это нравится, не все хотят так одеваться на Новый год, но есть, в общем-то, люди, которые, да, очень даже хотят. Я, например, вот под настроением с удовольствием, потому что мне кажется, что раз в году хотя бы вот как раз самая подходящая ночь новогодняя для того, чтобы одеть то на себя, то, что вы обычно не надеваете, то, что в обыденной жизни мы не носим. И поэтому хочется вот что-то такое вот сверкающее, красивое. Очень, конечно, зависит, опять же, от того, где вы будете встречать. Если вы встречаете на даче в лесу, например, то, конечно, в таких платьях никто не будет одеваться. Ну а если вы встречаете Новый год в шумной компании, у вас вечеринка, то, конечно, почему бы и нет. Итак, дорогие девушки, мы в примерочной H&M, и сегодня мы примеряем новогоднюю коллекцию. Вот так вот у меня здесь все блестит, переливается. Я, может быть, не все буду мерить, потому что я принесла некоторые вещи, которые очень спорные, на мой взгляд. Но я хочу вам сказать, что я, наверное, рискую на влечь на себя гнев наших строких дам, поскольку вот эти вот пайетки, эти все блестки, не всем это нравится, не все это любят. Но я решила рискнуть, тем более, что Новый год один раз в году, и один раз в году можно позволить себе сверкать. Давайте будем сверкать, хотя бы раз в году. Ну вот, скажите, вы сама призывала сверкать, а сама стоит в черном жакете. Но подождите, все так плохо. У нас есть сверкающая юбка, и мне она очень нравится, мне прямо она реально нравится. Она не очень дорогая, и она очень хорошего качества блестки. Вот, знаете, такого вот, например, сейчас вам скажу, вот это вот, дешевые блестки. А здесь оно очень хорошо сделано, прямо так хорошо пришито. Ну, давайте не будем торопить события. Пиджак у меня не очень удачный, жакет. Потому что здесь вот у меня залеплена вот эта вот штука, и они залепили его низ, и другого размера больше нет. Нужно пойти на... Ну, в общем, надо идти на кассу, просить, чтобы они сняли, чтобы было нормально видно. Но я думаю, что вы и так понимаете. Значит, идея была в том, что вот при таких блестящих юбках и брюках, которые я понесла, вот таких вот всяких, значит, вверх должен быть такой более поскромнее. И вот черный жакет, который мне не очень нравится, потому что он очень уверсайз, это размер медиум. Но что-то такое, типа вот черный более элегантный. У меня нету пояса, жалко. Можно было бы его заценить поясом. Если бы это был более элегантный жакет, и вот с такой вот юбкой, то это было бы классно. Я сейчас попробую померить чем-то другим. У меня еще есть такая вот рубашка блестящая, серебряная. Юбка классная. Юбка с таким разрезом, но он не очень высокий. Вот до сих пор. Для Нового года самый раз. В юбке есть подкладка, но она не длинная. Она где-то вот до сих пор, до разреза. Так, чтобы не торчать из разреза. И вот такая вот она, вот такой длины. Немножко она светится, но благодаря подкладке коротенькой светятся только ноги, больше ничего. Вот такая вот штучка. Смотрите, я принесла такую серебряную рубаху. Она вообще неплохая. Она даже не очень ничего. Это размер смолы. У них очень все стало большое. Она прямо огромная. И сама по себе она, наверное, хорошо будет с брюками, с юбкой. С этой может быть не очень, но ее можно сейчас по-другому завязать. Смотрите-ка, благодаря тому, что она сильно разрезана с боков, у нее получается, что ее можно так вот красиво как-то завязать спереди узлом. Можно оставить вот эти вот ушки болтаться, но я заправила в данном случае, потому что, чтобы они красиво выглядели, их надо очень долго старательно вывязывать. У меня сейчас нет времени. Вот так вот она будет выглядеть. Сзади она осталась, вот этот длинный хвост, такое подобие фрака. И здесь вот так вот она выглядит вот таким вот, очень даже неплохо. Но если вы хотите, вы можете это выпустить. Ставить это вот так. Просто это надо старательно красиво вырезать, чтобы это выглядело более эстетично, потому что внутри, видите, здесь черная подкладка, как бы задняя сторона ткань черной, поэтому давайте мы одно ухо заправим, одно выпустим. Вот это у нас красиво, вот это не очень. И будет у нас вот так вот. А что, по-моему, неплохо. Вполне себе даже ничего. Получается, вы как бы сильно блестите внизу и чуть-чуть зеленым, а сверху вы блестите серебряным. И это две разные текстуры. И, по-моему, это выглядит даже очень так. Смотрите, какая юбка. У меня вспышка включилась, потому что телефон не выносит этого блеска. Прям не может выдержать. Это размер H12. И стоит она 40 долларов. Ну, не H12, в принципе, это мне так и нужно. Единственное, что она мне большая в талии. Она мне хороша вот здесь, а в талии она мне великовата. А так вот, в принципе, и у нее есть подкладочка здесь. Видите, небольшая подкладка, не очень глина. Ну, вот такая юбочка. Смотрите, какие классные диско-брюки. Мне они тоже очень нравятся. Просто очень нравятся. Значит, они просто сверху обычно так облегают. Меня они очень некрасиво облегают, потому что у меня живот. И все вот это вот здесь не очень. Все красиво. Вот я вам даже покажу. Они просто как ритузы такие. Ну, конечно, это все надо прикрывать вот такой вот какой-нибудь рубахой. Или вот черным жакетом. Сейчас я надену, попробую. Но будет все очень черным-черным. Но с другой стороны, это такой стиль. Знаете, такой черный Total Black с такими вот брюками и с обычным черным жакетом. Брюки потрясающие. Они прям все вот тут вот двигаются, переливаются. Прямо очень мне нравятся. А главное, девочки, они совершенно, они как ритузы. Они на резинке здесь. Они как колготы, знаете, такие тягучие. Если мы говорим о Новом Годе, то весь салат элевье, холодное и разные другие закуски. И в конце Наполеон отполировать. Вот такие вот брюки, это то, что надо. Я вам сейчас покажу их на вешалке. Потом, когда буду показываться, вы поймете, насколько они удобные. И прикрывшись вот таким вот блузоном, не обязательно таким, можно любым. И вы прям такая будете нарядная, и вам будет очень удобно. Просто всю ночь будете себя чувствовать королевой баллов. Смотрите, если вам слишком много блесток, блеска... Почему я не сняла, я не знаю. Но вы можете надеть вот такие брюки с таким длинным, большим, широким, оверсайд, черным жакетом. Или не черным, любым однотонным. Но эти брюки вы можете надеть абсолютно со всем чем угодно. Вот в данном случае черный однотонный жакет. Такой-таки мужского кроя. И вы абсолютно прекрасно выглядите. Смотрите. Это элегантно. Это нарядно. Это подойдет всем. Это черный цвет. И в то же время, вот эти вот брюки, они добавляют такого новогоднего вайба. И у вас такой, знаете, это называется... Бизнес on the top, party on the bottom. Что означает бизнес наверху, а партии внизу. То есть брюки у вас для партии, а пиджак, жакет у вас абсолютно для бизнеса. Ой, что же у меня вспышка-то включается? Так сейчас темно. Значит, жакетик стоит 60 долларов. Размер medium. Ну, на самом деле, это может быть абсолютно любой черный жакет, которых у вас, я уверена, в гардеробе достаточно. Смотрите. Эти брюки не дешевые. Они стоят 50 долларов. Но они очень хорошие. Это был размер medium. В принципе, они мне нормальны. Просто вот здесь, вот сверху, мне некрасиво такие брюки. В принципе. Ну, потому что у меня неподходящая фигура. Но они мне нормальны по размеру совершенно. И здесь у них, значит, резинка в талии. И они сделаны полностью на подкладке. Видите? Вот. Да? Это же подкладка. Ну, да. Я думаю, что это подкладка. Вот эта вот ткань сверху такая. Ну, потому что она совсем прозрачная. А вот такие вот они клевые. Классные, классные штаны. Так, для таких брюк нужно больше смелости, чем для вот этих вот черных. Все-таки черные, они более такие скромно выглядящие. Но это, конечно, тоже. Ну, мы же договорились, что раз в год мы сверкаем. Раз в год можно. Вот такие вот брюки. Они сделаны так же, как вот эти. Тот же принцип. Они, в принципе, как ритузы, так и как колготы. Но сверху они довольно облегают. Это размер ларчи, они немножко великоваты. Но вот за счет вот этой вот клешности и блеска они, конечно, выглядят прикольно. Но Новый год это такое дело, что нечего стесняться. Надо выглядеть самым наилучшим образом и лучше всего, конечно, блестеть. Тоже можно, как вариант, надеть эти брюки с черным пиджаком. И вполне будет неплохо. Вполне неплохо. Давайте я померю сейчас. Мне даже больше нравится черный пиджак с этими брюками. Немножко такой контраст. А то черное с черным как-то очень мрачно. А здесь, а как я, мне не повезло с этим жакетом, что он вот такой вот и все выглядит совсем не так, как хотелось бы, чтобы выглядело. Но, тем не менее, я думаю, что вы догадываетесь, как это должно выглядеть и как это может выглядеть вот с такими вот брюками. Обычный, опять же, скромный черный жакет. И вы очень даже нарядная и элегантная дама. Рубашка размер смог. И нету на ней этикетки. Схватила я ее без этикетки. Но я думаю, что она порядка долларов 30 стоит. Может 20-30 долларов, не больше. Не больше, я думаю. Брюки стоят тоже 50 долларов, размер LARCH. Они тоже сделаны здесь на резинке. И у них тоже здесь вот подкладка внизу. По всей длине брюки. По всей длине. Если бы я брала, я бы, конечно, все-таки лучше взяла черные. Потому что черные более... Ну, вот эти вот такие, знаете, блестки такие, висюльки. Они не совсем прям такие в вырви глаз, вот как вот эти. Но эти прям тумач. Ну, не то чтобы тумач, но слишком, да, как бы очень уж. А черные такие более элегантные. Сама вот эта вот ткань. И она такая более интересная, понимаете. Вроде бы и блестит, а вроде бы не в вырви глаз блестит. А эти, конечно, такие вот. Платица дискобол. Я ожидала худшего. В принципе, оно не так плохо сидит. И оно не такое короткое. Я почему-то думала, что оно очень короткое. А оно нормальной такой, в принципе, длины. Даже, я бы сказала, вообще очень приличной длины. Даже для Нового года длинновато, как бы. Значит, все вот здесь вот это с запахом. Здесь какой-то у него как будто талия отрезанная. Такая накидушка. Удобненькая, мягенькая, тягучая. Блестит, переливается. Очень красиво. В нем можно прекрасно провести всю ночь. Потому что оно совершенно не жмет, не давит нигде. Это размер ларча. Я специально взяла ларч, чтобы мне было удобно. И, в принципе, вот оно у меня совершенно нормально. Со всех сторон. И спереди, и сзади, и с боков. В общем, ничего не болтается. Ничего не обжимает слишком. И вот здесь, конечно, вот эта вот вся система прикрывает худо. Которое будет наедено за ночь. Так, значит, оно, во! Ну, ничего, 75 долларов стоит. Ну, это они, конечно, дали. Чего? Дешевое синтетическое платье блестка. Заблестки, что ли? Не знаю. Это, конечно, дороговато. Размер ларч. Нет, девочки, я бы вам посоветовала, если бы не эта цена. Это слишком. Хорошо оно сделано тем, что у него вот здесь внутри есть пуговица. То есть вот этот запах, вот этот, он не просто так болтается. Он застегивается здесь на пуговицу, и у вас ничего не выскочит и не расстегнется. Так, у меня появились шумные соседи. Как всегда. Но цена к нему совсем не нравится. Ну, что ж такое? 75 долларов. Платье на смелую девушку. Почему, если соседки, две молодые девчонки, они будут верещать, ржать и орать, как ненормальные? Почему они не могут разговаривать тихо? Наверное, не могут. У меня нету, не было никогда девочек-подростков в дочерях, у меня только мальчики, поэтому я даже не понимаю их вайбов. Значит, посмотрите, какое платье. Нет, я не могу снимать платье. Смотрите, какое платье. Ну, это, конечно, оно, вот это фрестивно, здесь, видите, вот эти вот пайетки мелкие. А здесь они крупные, большие, и за счет этого оно просто, просто вообще что-то необыкновенное. Но, опять же, девочки, если вы хотите сверкать, то сверкайте вот так. Почему бы нет? У него хорошая ширина, у него хорошая длина. Она не короткая, она тоже с запахом. Здесь завязывается, а здесь завязывается здесь, снаружи. А здесь завязывается внутри. Довольно большой получается вырез, но, окей, если вы уже такие блестки на себя надеваете, то вашего выреза уже никто не заметит. Это размер медиум, но, в принципе, оно мне хорошо. Может быть, еще за счет того, что запах, который, как бы, делает его флексибл в смысле размера. Но это, конечно, что вы скажете? Кто-нибудь, осмейте на себя такое надеть? Я бы не надела, честно, с моим характером, ну, вы знаете, мои проблемы, я бы не надела. Это слишком ярко для меня. Но, в принципе, есть женщины, девушки, которые вполне могут такое надеть на себя. Видите, оно стоит 85, вот это стоит 75, то есть вот это вот длинное стоит на 10 долларов дороже, чем вот это короткое. Ну, как бы, я считаю, что оно намного более эффектное и сделано из более такой красивой ткани. Мне кажется, даже вот эта подкладка лучше. Здесь, вот видите, оно завязывается. Вот это вот. Вот это вот здесь две завязки. Вот так вот оно завязывается внутри и завязывается снаружи. Ну, это, конечно, да, смело для смелой, смело девушки. Ну, и что вам сказать? Вот это мне нравится, пожалуй, больше всего. Вы удивитесь. Но оно, да, блестит. Оно, да, переливается. Но, во-первых, так, оно не слишком длинное, не слишком короткое. Во-вторых, за счет вот такого вот прямого силуэта, как бы, это его немножко упрощает. Мне нравится, что оно не однотонное, а, видите, имеет какой-то такой вот вам цвет. Пайетки вот эти вот блестятые. Они имеют, они разного цвета. Здесь такой голд розово-золото. Здесь, видите, какие-то вот. В общем, какой-то рисунок из пайеток. Это интересно, это необычно. Рукав немножко длинноват мне, но мне всегда длинноват. Это можно подрезать, это не проблема. Ну, просто я вам показываю. Это размер большой я взяла, чтобы луку как-нибудь не жало нигде. Это large или extra large, сейчас я посмотрю. В принципе, здесь сзади есть молния, но мне даже не пришлось ее расстегивать. Я вот так вполне влезла в него вот как есть. А что мне еще нравится, что вот в этих двух платьях, кроме блеска, блеска ненормального, вот за счет запаха, у них довольно большой вырез, что делает это все вообще каким-то уже, знаете, кабары дуэт. Молин руш. А здесь хотя бы вот строгий такой подгорлышко вырез, поэтому вот оно не выглядит уж так, ну, не знаю, как сказать, уж слишком. Пошло, не пошло, я не знаю, слово может быть, это неправильное слово, но скромнее, так скажем, вот, несмотря на эти блестки, но за счет вот фасона вот этого прямого, не подчеркивающего фигуру и вот этого выреза, оно выглядит более таким строгим и скромным, я бы сказала, несмотря на блестки. То есть вот если покупать блестки, я бы купила себе вот такое. И опять же, хорошая длина, они слишком длинные, они слишком короткие, и оно такое свободненькое, вполне-вполне прилично брать. И мне значительно больше нравится его цена, 50 долларов, в отличие от этого 85 и этого 75, не знаете ли, на одну ночь, на один вечер. Вот так вот оно выглядит, это размер large, у него еще есть сзади молния, вот здесь вот, но мне не понадобилось даже ее расстегнуть. Недостаток. Вот эти вот пайетки, все друг за дружку цепляются, и цепляются рукава за платье, платье друг за другом, но мне нравится очень вот ткань, правда, она очень красивая, серьезно. И не очень дорогое, 50 долларов, в принципе, ну такая, относительно вот этих двух, конечно, хорошая цена. И фасончик неплохой. Все, девушки, на сегодня были примерки. Я надеюсь, что вам было весело, полезно, интересно. Я, как бы, привнесла какое-то новогоднее настроение в вашу жизнь, праздничное настроение в вашу рутину, в ваш каждодневный быт, потому что, собственно говоря, праздник уже совсем скоро, и надо подготовиться. Все, люблю, целую, всем привет из Канады. Пока-пока, бай. С вами была ваша Дита, бай.